Здравствуйте, с вами Тимур Бекморзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. До часа Х для российской нефти остается всего ничего. Нам грозят, да как? И нефтяным эмбарго, то есть запретом на морские поставки сырой нефти из России, начиная с 5 декабря. И так называемым потолком цен на нашу нефть, который по планам ЕС и стран Большой Семерки, также начнет действовать с 5 декабря этого года. И как вишенка на торте, все эти ограничения с 5 февраля распространяются еще и на российские нефтепродукты. Скажи нам такое, еще год назад началась бы настоящая паника? Что делать? Как спасаться? Как выживать бюджету и экономике? Сейчас, обратите внимание, больше паникует сам коллективный Запад. Там разброд и шатание. Какие-то страны, такие как Венгрия, уже объявили, что не будут поддерживать вводимые ограничения против российской нефти. Им это просто невыгодно и опасно. Другие, вроде Великобритании, к слову, одно из наиболее антироссийски настроенных стран, тайно закупали. И вполне возможно сейчас закупает нашу нефть. Причем способ, которым она это делает, дает понять, что запрет на морские перевозки российской сырой нефти легко можно обойти. Ну и третье. Желание наказать Россию за независимую политику может быть и большое. Эффект бумеранга никто не отменял. Все понимают, введение такого нерыночного механизма регулирования цен может ударить по всем и прежде всего по самому Западу. Так как Россия для начала просто откажется поставлять ценнейшее сырье недружественным странам, которые введут подобные ограничения. О чем уже однозначно заявили наши власти. Перенаправить свои экспортные потоки с Запада на Восток, в Индию, Китай, в Турцию, что по факту уже произошло. И третье, что конечно и нам не слишком выгодно резко сократить добычу углеводородов, что приведет к скачку цен на нефть и дальше по цепочке. Дополнительные издержки для всех экономик и западной в первую очередь. Рост цен и инфляции, что мы уже видим, падение доходов реального сектора и населения, мировая рецессия. Поэтому Запад, сохраняя воинственные настрои и более чем агрессивную риторику, сам то и дело сдает назад. Мы уже приводили пример Великобритании. То же самое касается и параметров вводимого потолка цен. Запад колеблется. Изначально, чтобы нанести больший ущерб России, обсуждался вариант ценовых ограничений в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Сейчас уже звучат цифры 70-75 долларов. Нам нельзя вестись на это. Никаких поставок тем, кто вводит против нас какие бы то ни было ограничения по ценам. Иначе, как говорят многие эксперты, мы сами загоним себя в ловушку. Соглашаешься на потолок, жди, что его параметры будут тут же пересмотрены в худшую сторону. Да и зачем нам в принципе вести дела с такими в кавычках партнерами? Просто себя не уважать? У нас нет никаких причин трепетать перед Западом, который сам себя назначил нашим врагом. Не верьте, если прочтете где-то или вам кто-то скажет против нас весь мир. Посмотрите на объективные факты. Резолюцию ООН о санкциях против России поддержали США, ЕС, Япония, Австралия и другие страны. Но это в реальности 14% населения мира. 76% мирового населения проголосовали против, а остальные вообще воздержались. Иными словами, подавляющее большинство хочет сохранить торговые отношения с Россией. Конечно, нам нужно не только эффективно находить альтернативные рынки сбыта для нашего сырья, но еще и более амбициозно наращивать переработку внутри страны. Есть отличный пример и опыт Татарстана, прежде всего Татнефти и Таиф. Но это уже отдельная тема, о которой есть смысл вернуться позже, обстоятельно и детально. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. Татарстан Татарстан Продолжение следует...